Здравствуйте! Вот эта вот очень крупная вишня сформирована в виде трезубца в виде распятого Иисуса Сейчас я вам покажу, как формировать в дальнейшем не только трезубцем четырех, пяти, даже двенадцати двенадцать зубьев То есть сделать можно живой забор Я аккуратненько перехожу Здесь вы сейчас увидите черная смородина уже подрезанная Когда только снег сошел сразу надо подрезать Об этом есть видео у деда на канале Заходите в листы и выбираете там цитрусовые, садовые или выращивание рыбы, раков Так, идем, идем Вот такие ведра обрезанной смородины мелкие веточки никогда не выбрасывайте сжигайте Это самое лучшее удобрение получите зола которую не купите ни в одном магазине, супермаркете Вот смотрите, перед нами шелковица Вот будем считать 1, 2, 3, 4 И вот пятая ветка Это шелковица белая на ней будут и ягоды и а так она вот сформирована у меня в виде 5 зубьев таких Это планки вот эти вот я чтоб ветер когда будут листья ветер будет качать деревья они могут оборвать вот здесь вот проволочкой привязана зафиксирована молодая веточка а такие уже будут толстые деревья ничего им не страшно причем прорваться потом через такие кордоны очень тяжело так а вот у вас на видео боярышник видно вот с боярышника можно тоже делать живую изорог вот одно дикое растение второе дикое видно вот колючки такие смотрите колючки больше 5 сантиметров сейчас я ближе подойду так вот смотрите какая колючка это дичка можно оккультурить его где-то есть культурные вот такие вот он готовит на продажу вот они почечки такие уже это плодовые почки а сама сам боярышник сформирован в виде как бы вам далека показать ну вот смотрите ветка от ствола отходит 1 1 3 4 5 6 7 тут можно условно назвать то есть вот такая вот ветка сформированная и дальше это первый ярус и второй ярус начинается он закрепил арматуры ну и то же самое идет принцип такой чтоб птичка пролетела и чтоб можно было достать до верхней ветки вот так вот рукой чтоб можно было ягоды собирать это я буду еще обрезать видите жировики сколько пошло плода на них не будет вот это вот даст нам плоды вот эти веточки дадут плоды жировики надо удалять обрезать их и почаще обрезать и обрезанные веточки плодовые дичек вот я аккуратненько потом режу и завариваю чай боярышник даже почки веточки ну цветы я уже не говорю и плоды но это чай это натуральный чай ничего нельзя выбрасывать все надо использовать спасибо